так оценка яблони тарасенко вот смотрите почему я удивился когда наш технический директор нашего даты как бы наши секты на вот именно вот руководитель технический который все это организовал вот но у него пообщался мой крыша свесло взял гектар теперь видели что у него и абрикосы прошли годы это сильно скромный себя пока не выставляет так вот павел тарасенко такой же настало несколько лет это же пошел в атаку то есть тоже мы из сорта и пошло поехал и вот он пишет яблони почти 100 процентов пошли абрикосы 60 процентов внимание все неудачи верхушки сергал и вот когда я вот этот тут же мне надо вот так вот звонит песоцкий кришан николаевич вот это а он все перепробовал сегодня с ним разговаривал у меня как праздник на душе это невероятно вы помните я показывал меня в общем-то не тоже дураком выставил но не согласился привел очень веские доводы разной степени дифференциации на принципе такого все почки одинаковые я стою за дерево я ничего понять не могу я вижу почки спящие они никогда не будут полноценными даже когда от отломается или лось от жует пол ветки они проснутся но они не будут полноценно у них своя роль это запасная команде запасные верхушечные почки вот эти вот смотрите разве можно их считать полноценными а а те которые в середине одни ростовые другие половина как бы ростово-плодовая а маленькие эти каратышки сразу как там абрикосов сразу эти они могут стать ростовые когда уничтожить ростовые она по неволе пойдет расти но это уже запустой вариант это уже ненадежно и это уже неполноценно как когда все почки я сегодня разговаривал это список с кем вот вы его знаете под всем до него смотрите вы понимаете и мы говорим я говорю опять 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 не поспорить за что это такое но с другой стороны по одиночке с ума сходят если почки все разные значит мы знаем заранее какие брать а как я провожу селекция что-то замысит отрезал ты это то есть ну уже под средство пола 1 2 почки длинный длинный срез 3 пол почки не тронутые примотал привел а потом смотришь 1 метр и я вам показывал там и 2 может быть метра 2 ну допустим 1 метр 2 полметра 3 вот такая вот это что одинаковая им расстройка синих одинаковая а потом смотришь одни замерзли другие нет я показывал и когда я увидел что одни замерзли другие нет я и придумал это так просто селекционное клонирование выбирай на следующий год то что сохранилось а это есть народное сердце мы все берем серенки на серенки то что остается после этих аномальных зим ну так же аномальная зима что-то выжила ветка пошла урана привык вот так мы науку то опередили а мне разные степи дифференциации а так бы а там принципе они все одинаково просто одна там может быть что имел ввиду я не называю фамилии уже неудобно выставлять его так сказать это с ведущего института селекции селекционного это значит одна ближе к солнцу другая дальше к солнцу одна может быть обогревается от дорогая на бороться с той стороны где ветер дует проза ветров а так-то не все одинаково и где одинаково я нигде не могу две найти одинаково и вот пожалуйста троценко все неудачи верхушки тенков для нас она садись берите на заметку это на наше это наблюдение вот он троценко а вот он песоцкий внешним уже кстати кто не знает вот кого надо сейчас вытаскивать из их надо уговорами надо присылать спецназ научники вот университет институт лучше конечно и в террете одни могут язык подвешен лекции читать уже вот как я а другие могут за него технику то которые называются эти самые уже не учебные а научно-исследовательские институты и прочее в зональной станции и с этим наручниках и зарплату тройную и чтобы это и не снимать наручки только снять чтобы он подписал согласен быть вашим королем ля-ля-ля ля-ля-ля поняли да я по другому не умею объяснять знаете для кого я говорю я очень надеюсь что это все смотрят отдельные смотрят помните разговор был. А там тоже, оказывается, спор идет. Это одна из наших сторонниц написала. Закончил университет, а там, говорит, преподаватели тоже, оказывается, есть кто-то, считает, что нельзя траву и этот, и в лесе выгребать из сада. Тоже есть. Только что молся-то? Ведь задавили вот эти самые. Так. Здравствуйте. Хотел бы уточнить. Привычный нож для правшиза, точка, должна быть на левую сторону. Так? Все сразу делаются на себя. Подскажите, пожалуйста, то есть я должен, что ответить? Я ответил так ему. Если ты левша, все наоборот. Другая сторона заточится. Понятно, да? Подскажите, пожалуйста, по фотам почек. В книге есть тема неполноценных и полноценных. Можно ли по фото увидеть наглядно, где полноценных, где нет? Я говорю, что это пойдет отдельно главой книгу. Книга практически готова. Подкиньте еще деньги. Причем это не с протянутой рукой. Это в ваших интересах. Но чуть ли не последнюю главу мы сейчас разжуем. Вот. Ну, вначале что скажу? Речь идет о полноценных и не полноценных. Вот это просто повтор. Путем микроклонированного размножения. Это все неполноценные. Если это древовидное когда-то будут продавать, уже продают. Я уже видел объявление терм. Я видел объявление вишни. Вот. А эти овечки доли, они обречены. Ни корней нет. Искусственные корни. Все это такое убогое, что только для чьей-то диссертации. Только кто-то продал, это заработает. И никто никогда не интересуется, что будет потом. Видите, когда-то этот самый наш друг в царство в небесном покое Бодрарь Борис Острович говорил, я не помню, кого я фотографировал. Говорю, я выносил, я, да, нет, не так. Я Жилина 20-25 лет назад привозил черники с Украины. Об этом весь разносилось по всей черевушке, Мане и все другие. Ко мне приходили, приезжали и просили хотя бы одну веточку. Вот. Прошли годы. Пробовал продавать Бодрарь его слова. Те самые грустные слова. Ты че нам пихиваешь? Че ты это самое сорняки эти пихиваешь? Ну и покупали ясно у кого. покупали у перекупщиков. Вот. Ну, такие черенки, естественно, это высшее качество. Вот. Абрикос Клод Мичуринский Клод Железова. Вот. Ну, кто видел это, я показывал фотографиями Мичуринского Клодов. Но это кто успел увидеть то кино, которое сегодня вышло. Вот. Это кто-то мою посылку распотрошил. Видите, просто на персике одноредки, а с плодами. Вот эти вот яблоневые черенки, да, я обычно стараюсь, вот они, побрезаны все. Вот. Но если они были не срезаны, у них на кончиках самые ранние получаются цветения и плоды. И вряд ли не буду, я вам показывал, на дереве десятки, сотни плодов в начале цветов только на кончиках веток. На многих сортах. И при этом они потом уже и эти яблочки так и висят на кончиках. А на дереве, хотя им уже 3-4 года, еще ничего нет. А на кончиках висят. А потом вот это дичайшего ханалия по уничтожению этих нет, будем это самое обкармливать. Они даже этого не знают. А зачем они все это придумали? Они просто переписывают одного дурака из года в год, из десятилетия в десятилетие. Сейчас, я думал, легче станет. Ну да, действительно, меньше стало. Как только эту монетизацию отменили, да, им сразу стало неинтересно переписывать эти самые фотографии тут же воровали в интернете. Текст тот же самый. Вот. И давай это. Вот. А у меня же вопрос-то был, вспоминаем какой. Как отличить почки полноценные или не полноценные. Пока вы видите 100% полноценные. Вот эта фотография особая. Вот. до учебников. Это однажды у меня сувенир Востока, самое первое дерево, чуть-чуть выжило. Ну, вы видите, одни почки мертвые, другие. Практически при таких условиях попробуйте сказать, что условия разные. И выше, и ниже, и справа, и слева. Это же какая разница огромная. Тут же мертвые. А тут же не только что выжили и листики дали. И зацвели, и плоды дали. Так? Вот вам и дифференциация. А я до сих пор успокоиться не могу. Крупнейшая газета напечатала мою статью. Фактически новое открытие. Я это назвал «Третий путь селекции». Это не шутки. Два пути вы знаете. Это не шутки. И после этой лицензии Владу скажу этого ученого по фамилии Ярославцев. Вот. Сюда где тема закрыта. Никого не интересует. Ничего. Вот так мы их обошли. А что же пошло-то? По всей России. У меня же огромный материал. И в этом году он удовольствует утройся. Сколько в этом году заплаты носят везде? Хотите вот так? Ой, не могу показать. Если я вас сейчас открою ватсап, там десятки телефонов. А меня уже просили телефоны не светить. Люди боятся. Мы в такой стране живем. Я свечу телефоны иначе свои иначе они же работают. А люди боятся. А там 9 фотографий роскошных абрикосов, которые плодоносит в этом году почти уже спелые на Алтаре. Вот. А Омск вы видели, Наталью мы так как-то мерком. Ну, которая ветку сломала. Вот. То же самое. И в Казаярске то же самое. В Европе само собой. И вот получается, что прошли мимо настоящего открытия. Третий путь селекции так и не открыт. Пожалуйста, читайте о нем. Попросите меня одесского идеала выше под названием селекционное клонирование. О науке любого тысячи ученых остановить. Первых тысячах. Академиков всех, профессоров, сенкоров, кандидатов наук. И один не знает об этом. А значит, нет этого пути. А мы-то все дальше движемся. С одного сада. Ведь персик-то, вот я вам показывал огромный персик. С одной веточки, вот с такой персики по всей России. Вы представляете? Вот как это получилось. Вот то, что вы видите. Разная степень дифференциации. Как он звучит? умно. Как умно. Я сразу должен заткнуться и сказать, простите, мне все примерящилось. А у меня папка все полнится и полнится и полнится. Вот. По всей России, вот с одной веточки, с одной саженцей пошли манчурские абрикосы. Их уже по всей стране тысячи. А плодов уже десятки, сотни тысяч. И каждая это будущая косточка. Это триумф то какой. Вы же видели фотографию в самой первой, одну из первых, Наталья Матвеева, моя ученица. Жаловаться, ветка обломалась от урожая. Ну, никак, наверное, Александр Савельевич, единственный мостик с наукой. Ну, никак нам не пробиться. Вас всех еще прошу тут отдельный фильм посмотреть. Я это немножко поподробнее это все изложил. Ну, понятно, кому нужны персики. Вот они сгорят. А самое интересное, я противник, вот они, видите, вот они тоненькие, вот тут, но тут можно было выбрать пару почек, вот тут пару почек, вот толстенько, а потом пошли. А я такой специалист, я бы даже этих тоненьких, лишь бы они были не тоньше спички, тоже мог бы привить. Вот здесь, даже здесь, пусть они не такого же качества, как вот эти нежнейшие светки, как я учу, но даже здесь то, что пошло в костер, сотни можно было вырастить на сливе, на алыче, на терносливе, на волочной вишне, на абрикосе, на чем угодно можно было эти персики вырастить. А у меня костер, вот это вот, я продолжаю тему, видите, все время откликаюсь, я продолжаю тему, правильно, неправильные ветки, это очень важнейшая тема, ребята. Ну, здесь там понятно, если ниже трехлетка, вот здесь вот эта часть, вот действительно прав Арсен, ни черта вы не видите мой курсор, наверное, вот эта часть, наверное, это предпоследие, даже двухлетка, вот этот фрагмент, а вот это, что она отрезает, это прирост последнего года, однолетний. Так, здесь все полноценные. Внимание, дальше идем. Вот здесь полноценных только две. Вот эта ветка, допустим, трехлетняя, горизонтальная, вот это вот двухлетка и вторая, вот та, которая такие ядренные, мощные, двухлетка, а потом там однолетки, они идут на прививку. А что же это наросло? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять. А это, ребята, ветки совершенно другого качества, совершенно другого генетики. Почему? Их не было и не должно было быть. Но когда вот здесь отпилил я, отрезал, они пошли в рост, стимулировали. Почему? Дерево должно восстановить свою хрону. Вот это глупость, когда деревья осветляют. И самое интересное, они их осветляют и учат, они на второй год не знают, что они загустятся еще больше. Ну, допустим, загустели, она опять, значит, помните эту самую бедную, несчастную, потому что сказать, неудобно, человек третий миллион учит калечить деревья, фамилию называть. Я сто раз называл, но я не отказываюсь от всего этого. Там третий миллион просмотров идет. Ладно, не буду фамилию называть. И вот она, естественно, показывает, отрезала, загустились, она опять режет, загустились, третий раз режет, загустились, показывает, фотография начинается отрезание в основании раны на этот самый осветление на себя. И это ангельским голосом загущаем, 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 четвертое фото, осветляем, пятое осветляем, что осветляем, и перед нами искалека, искалек. Вот. И это только ради этих серебрянников, больше другого смысла нет. И вот получается, что, когда дерево не в моготу, нормально дерево три года, вертикальное, два года, вертикальное, два года. А вот эти однолетки, чем они отличаются? Внимание! Дело в том, что на них в этот год нет цветов, нет плодовых веток, а вот на этих однолетках. А это принципиальное отличие. Итак, эти из почек, а вот эти вот однолетние тоники из клеток. А клеток мы уже проходили, вспоминаем, полноценных не бывает. это овечки доли, это один из вариантов развития дерева, восстановления с помощью клеточного материала. Увы, не полноценного. Ну, теперь вы можете экзамен сдавать, кто-то молодой, где-то кто-то мне сказал, что рядом сын смотрит это и очень нравится. То есть, не ребенок, но назовем молодого человека. Вот этот молодой человек, уже можно ответить, скажем, что вот это вот трехлетка, вот это двухлетка, а вот эти вот, наверняка там наверху что-то случилось. Может обрезано, может замерзло. И тогда просыпаются вот эти вот ветки, но еще обратите внимание, на них нет почек. Идем дальше. Еще такая же фотография. Когда они родятся, когда дерево худо, если бы все было нормально, они бы просто не появились. Так? Посмотрите, можно их создать качественные, но они свою роль играют. Дерево надо спасаться. Смотрим дальше. Здесь, если вот эта ветка, самая левая плохо видно, вот она толстая, самая левая почти горизонтальная, вот она и дала плоды. А эти нет. Они еще будут год-два без плодов. Почему? Запоминаем. Ветки появившиеся из клеток, из клеточного материала проходят весь курс. Там же внутри, где они были, там же ядро, вот. А там полностью дерево, вместе с корнями и с кроной. В данном случае корни они нужны, месяц кроны. Так. И у них полноценное детство заключается в том, что им надо несколько лет взрослеть, а потом заплодоносить. Этим-то не надо, вот видите, плоды в этом. Они уже, потому что вот то, что ниже, внизу обрез, вот видите, там дерево уже, допустим, четыре года. Допустим, вот плохо видно, это толстоветки, вот они, допустим, три года. Вот это два года, допустим. А вот это уже естественно. А эти, где-то каждый год будут плоды носить, а эти нет. И у них впереди полное детство один, два, три, возможно, четыре года. А потом только плоды. А этим разница. А потом мы можем взять на прививку? Да, пожалуйста. Но вы будете ждать. Им надо взрослеть еще. А как мы берем? Внимание. Ну, здесь я вот эти неполноценные ветки специально для вас коллекцию создал. Это для будущих книг. Вот, чтобы вы имели представление, что я бы не стал такие ветки брать на прививку. Они есть, но их нет. Вот та самая ветка крупный план. Даже вот внешне вызывает чувство недоумения и чувство сопротивления в душе. Не годишься. Вот. А вот это вот интересная вещь. Да, я практически закончил тему. У меня был отдельный фильм, но мы его забраковали. Там я так подробно рассказал. Там было 20-30 фотографий особо. Но дело в том, что я не могу вебинар посвятить этому вопросу. Вот, Павел спросил, чем отличается. Вот. Ну, какой-то итог подвести. Значит, одни ветки. Эх, надо было. Там у меня отдельная тема. И у меня там фотографии, да? цветы. А если я вам сейчас их покажу? А если сейчас покажу? Чувствую недоговоренность какая. Сейчас объясню. Она не хочет открываться. Ну, значит, сегодня судьба. В другой раз еще раз расскажу. Идем дальше. Следующий вопрос у нас. Значит, обратите внимание, то, что я называю инфицированием, терминами сцеплю и так, что это. Только успевайте запоминать. Вы поверите, что это манджуриц? Вот, придется поверить. Значит, инфицирование и манджуриц может на сельце иметь вот такие плоды. кто знает, тот знает. До других прививка пожила, погибла от прививки. А сам основная ветка передала вот такие плоды. Абрикос академик. Ну, это мелкий сколько? 99 грамм. Ну, наверное, 100 грамм. Дело в том, что это на самом деле гибрид. Вы захотите иметь такие плоды. Но у него еще есть папа. И что получится? А получится известно что. И я еще раз подчеркиваю. У меня был случай, есть люди очень-очень, они хорошие люди, но не настолько идентичны, вот это слово, да? Вы гарантируете, что такие будут? Я говорю, нет. Почему? Я опять начинаю. Да вы понимаете, у него есть папа, начинается геном. Если даже Мендель прав, три папы, один маму. Если Мендель прав, три мамы, один папу. А кто папа, я не знаю. А это свободное опыление. За свободное опыление меня смешали с дерьмом эти выпускницы. Лучшее мошенничество. А человек не верит, он не знает, кому верить. Понимаете, он в растерянности. А я еще и гарантию не даю. Я одну гарантию даю. Дерьма не будет. будет неизвестно, что. Он может сразу стать. Вот таких случаев, это расшатанное сердце. Можно сразу получить новый сорт. Вот это вам нравится, друзья, вот эти плоды. Вы бы хотели такие иметь? А мы еще видели их. Вспоминаем. А это я показывал. Тот отдельный фильм, который сегодня вышел. Там несколько фотографий. Подмосковье человек, который это самое а и здесь по-моему было. Но все видели. Ну почти такие, ну чуть не такие. И получается что? А человеку надо скосочки. А я гарантии не даю. Что будет? Какие-то из них такие формы повторят. Потому что обязательно. Пусть даже будут не основные, они доминантные, агрессивные, скромненькие. Все равно что-то будет. а потом сеть и все подряд. Ну у вас есть терпение 10-20-30 деревьев вырастить вот из этих костей. А потом берите топор, если они будут в два раза мельче. Но будут и такие. А сколько? Опять Мендель, опять всего лишь каждый четвертый. Поняли, да? И я тоже не верхушки убираем. Все. Вот это все на свалку. Помните, где больше было? Верхушечные не приживаются в одном случае. У меня были случаи, давали такие мелкие плоды, вместо одного 10, но мельчайших. Вот. Понятно? Это все сжигал, так обидно было. Сверх толстые черенки однолетние, для самых вас крутых, которые сделают длинный ровный срез с самым точенным ножом, состыкует с таким же точно подвоем, вот таким толстым, вот таким вот. И еще раз, от морфологии, от геонетики, именно конкретной ветки, зависит и будущее дерево. Вы понимаете, я как убеждался? Во-первых, это разговор, вопрос был задан, я отвечаю, вы как хотите. Значит, я принимал на однолетние, они ровненькие, полутораметровые, и на двухлетние. Они двухметровые в среднем. И у двухлетних основание в два раза толще. Уже невозможно сделать косой срез, я делал этот самый, разрезал поперек и делал расщеп, вставлял туда две ветки. и вот эта двухлетность сразу, заметьте, вот, а еще говорят, таким значений не бывает, это все ментор. Но у меня вырастал вот этот двухлетний, вот с такой толщиной, когда я не мог выглядеть, ну, еще толще, чем вот эти вот мои пальцы. И расщеп, и вот чудо, он однолетний, но на нем скелет с десятками веток, становились на цыпочки, не могу достать, вот эти чудеса, фотографии показывал. Я к чему говорю, когда был вопрос задать ветки полноценные или не полноценные, но даже если все полноценные, все, да, то вот взять вот эти и вот эти, я специально отобрал такие, некоторые говорят, самая толстая, но однолетняя. А я уже знаю, человек уже научился, он делал только сотни, срезов тысячи, это очень трудно, древесина твердая, но согласитесь, или это прирост, допустим, обещаю метровый и когда вы возьмете фрагмент и угадаете, что ростовая ветка, вы больше метра не получите. Хоть удобряйте, не удобряйте, поливайте, все используют здесь дополнительные свойства, как можно ниже подвой, как можно ниже фрагмент привоя, все, и тут же метр получите. А вот здесь другая, совсем другая, другая, здесь вы получите двухметровый, мощнейший. Вот это разница в чем? И тот, и тот, и сорт один, но прививка это особое свойство, прививка, особенно если вы уже поработали над биологической совместимостью, и она стала практически сто процентов, такие чудеса можно выращивать, что трехлетний дерево размером с баню. Вы понимаете? Вот я к чему призываю. И учиться привать, и знать, что ветка привоя, ветки рознь, и ветка привая подвоя тоже ветки рознь. Не знаю, как смог объяснить, а тут у меня, по-моему, я фотографию вот такую не разместил. Ну ладно, там их видели уже. А вот это другое дело. Вот он, вот он тот самый этот, который называется этот, химера. Не буду дальше объяснять. Вот так делаются химеры. А вот еще одна химера. Это за один год все росло. Субтитры создавал DimaTorzok